Всем привет! В этом видео я расскажу про конфигурацию своего компьютера, на котором я выполняю 3D-моделирование, архитектурную и интерьерную визуализацию, а также прочие задачи, связанные с 3D-графикой. Расскажу, почему я больше не пользуюсь ноутбуками и почему мне пришлось отказаться от нового изогнутого монитора. Компьютер, на котором я сейчас работаю, я собирала в 2019 году. Системный ящик без мониторов, клавиатуры и мышки обошелся мне в 74 тысячи рублей. Собирала я его исключительно для выполнения рабочих задач в следующих программах. 3D Max, Corona Render, Photoshop, SketchUp, ArchiCAD, также я использую иногда Marvelous Designer и Unreal. Предлагаю пройтись по конфигурации компьютера. Здесь я не буду сильно грузить вас техническими описаниями. Я расскажу про ключевые параметры и насколько хорошо такая система справляется с поставленными задачами. Итак, начнем с процессора. Я использую восьмиядерный процессор, 16 потоков, максимальная частота составляет 3350 МГц. Оперативная память 32 ГБ. Я брала две планки по 16 ГБ. Видеокарта AMD Radeon. Карта достаточно слабая и для GPU рендеринга она не подходит. И, например, Marvelous Designer ее вообще не воспринимает. Но поскольку я работаю в 3D Max и Corona Render, то такая видеокарта вполне хорошо справляется с рабочими процессами. И во вьюпорте 3D Max все работает хорошо. Из оставшегося это материнская плата, SSD накопитель, я использую на 1 терабайт. Также блок питания и кулер, самый обычный. Разумеется, дополнительно я использую HDD диски, на которых я храню проекты. Еще у меня оставались такие вентиляторы, и я тоже их использовала в системном ящике. В магазине мне подарили две такие светодиодные подсветки. Они очень яркие, обычно я ставлю их на минимум на статичный режим. Поскольку дискотечное мегание хоть и весело, но отвлекает от работы. Хорошо, с конфигурацией компьютера мы разобрались. Теперь возникает вопрос, насколько же хорошо такая система справляется с поставленными задачами. Сколько уходит времени на визуализацию, есть ли какие-то проблемы при 3D моделировании, ну и так далее. Что касается визуализации. Я выполняю ее в 3D Max с помощью Corona Render. И здесь, конечно же, очень многое зависит от сложности сцены, от настроек материалов и освещения, от разрешения картинок, ну и прочих параметров. Если рассматривать среднее время рендера картинки разрешением 1500 на 2000 пикселей, то получаются следующие результаты. Интерьерная визуализация от 20 минут до часа. При этом в Corona Render я обязательно использую функцию удаления шума. Однако, если, например, много стекла, то картинка может считаться и час, и два, и более. Также время рендера увеличивается, если использовать глубину резкости на камере. Такие картинки просчитываются от 40 минут и более. Теперь экстерьер. Если в сцене у меня используется много растений, деревьев, материал тумана, то такая картинка будет считаться очень долго, примерно от 40 минут. Если же окружение минималистичное и материал тумана не используется, то такая картинка будет считаться около 30 минут. Теперь, что касается визуализации на белом фоне. На картинку размером 1500 на 1500 пикселей уходит примерно 15-20 минут. Однако, если используется много стекла, то такая картинка будет считаться гораздо дольше. Можно и час прождать. Если с 3D визуализацией все понятно, то как быть с анимацией? Например, если стоит задача сделать какие-то проходы по интерьеру. Если мы возьмем 24 кадра в секунду, и на каждую картинку у нас будет уходить примерно по 20 минут, то мы будем ждать 8 часов. Но ведь анимация не состоит же из одной секунды. Нам нужно хотя бы минутное видео. А это 20 дней без остановочного рендера. И, конечно же, столько времени ждать просто нереально. Теперь, что касается моделирования и сборки сцен. Иногда сложные сцены с большим количеством моделей начинают тормозить. Если же я моделирую какой-то один набор, то все хорошо, никаких торможений нет. Однако, если открыть Marvelous Designer и начать шить подушки, одеяло, то возникают явные сложности, вплоть до синего экрана и перезагрузки компьютера. Поэтому в этой программе всегда моделирование идет очень медленно и с сохранением каждого шага, чтобы не потерять проделанную работу. В целом, с такой системой работать можно. Конечно же, хочется, чтобы все работало гораздо быстрее, без тормозов и зависаний. И чтобы рендер делался за несколько секунд, нажал кнопочку и все готово. Приходится много тратить времени на ожидание картинок. Также, система иногда вылетает и работа теряется. Но в целом, жить можно. Некоторое время я работала за ноутбуками. Работа выполнялась там либо целиком, либо частично, и потом переносилась на стационарный компьютер. Это вроде кажется удобным, ты можешь взять с собой ноутбук в любую поездку, в любое место и сидеть себе тихонько работать. Однако, с течением времени я полностью перешла на стационарный компьютер и ноутбуки больше не использую. Первая причина – это соотношение стоимости к производительности. Поскольку ноутбук нужен для работы с 3D-графикой, для 3D-визуализации, моделирования, то он должен быть достаточно мощный. На стоимость одного такого ноутбука можно собрать очень мощный стационарный компьютер, который будет просто в разы мощнее такого ноутбука. Также на ноутбуке не разгуляешься с модификациями, что для меня не очень удобно. Еще один минус ноутбуков – это маленькие мониторы. В программах очень много различных кнопочек об изначении, и когда все это маленького размера, то глаза начинают очень быстро уставать. И лично для меня это большой дискомфорт. Да, есть большие версии экранов, однако для меня это будет большая неудобная машина, с которой все равно придется сидеть за столом. Еще один минус – все ноутбуки, которые у меня были, сильно шумели и очень сильно нагревались. Иногда поверхность раскалялась до такой температуры, что держать ноутбук на коленках было просто невозможно. И речи о том, чтобы сидеть с таким ноутбуком где-то в кресле, уже не шло. Еще один минус – ввиду постоянной эксплуатации, батарея ноутбука постоянно разряжалась, и быстро приходила в негодность. В итоге ноутбук постоянно нужно было подключать к розетке, и только так работать. Без провода никуда, он нужен был всегда. Конечно же, это лично мой опыт, и для кого-то все эти проблемы – полная ерунда. И я прекрасно понимаю, каждый выбирает для себя то, что ему по душе и что ему больше нравится. И это абсолютно нормально. Ну а теперь про монитор. Что же такое случилось, что я от него отказалась? И здесь я также хочу подчеркнуть, что это исключительно мой личный опыт. В 2012 году я приобрела два монитора. Они широкоформатные, диагональ 27 дюймов. В общем и целом, хорошие мониторы исправно работают, нареканий нет. И вот прошло 9 лет, и я решила их обновить. Мне очень нравились большие изогнутые мониторы, и я все мечтала, что я буду брать именно такой. Настал тот день, и я решилась на покупку. Для меня это было очень большим событием. Приключения начались у меня дома, когда я начала с ним работать. Во-первых, монитор изогнутый. Да, вроде кажется, что изогнутость не сильно большая. И на работе это никак не должно сказываться. И я думала, что это будет удобно, поскольку он широкий, и что это будет комфортно. Однако, когда я села за работу и открыла свои проекты, я столкнулась с тем, что все горизонтальные линии были изогнуты. Для меня это было очень непривычно, это очень странный эффект. В первое время мне было очень сложно работать, особенно выставлять ракурсы для 3D-визуализации. Все время нужно было учитывать горизонтальную кривизну. Потом я более-менее адаптировалась видеть прямую линию. Возможно, если бы я брала такой монитор не для работы с 3D-графикой, а для видеоигр, то об этом я бы даже не задумалась. Вторая проблема состояла в том, что видеокарта хоть и должна была тянуть этот монитор, но она не справлялась. Хотя по характеристикам она должна была вытягивать такое разрешение. Монитор периодически мерцал, изображение пропадало, иногда он отключался. Конечно же я проверила все провода, установила драйвера, но здесь ничего не помогло. Посмотрев в интернете об этой проблеме, я увидела, что я не одна такая. У многих людей сложилось ощущение, что видеокарты слабее заявленных производителем характеристик. Сложно сказать. Но все эти проблемы изогнутостям верцания не настолько существенны, чтобы отказываться от нового монитора. И с ними жить вполне можно. Однако главная причина – это ужасный дискомфорт глаз от работы с этим монитором. С самого первого дня мне было очень тяжело за ним работать. Была очень ощутимая разница после моих старых мониторов. Глаза напрягались так, что садиться за работу становилось настоящей пыткой. Разумеется, я пыталась настраивать монитор. Понижала яркость, убирала контраст, переключала встроенные режимы, что-то вроде для чтения. Меняла высоту, наклон, ну и так далее, что только я не делала. Но это все мне никак не помогало, и даже 15 минут работы становились настоящим адом. Моя производительность очень сильно упала. Я старалась сокращать время работы за компьютером. Делала большие перерывы, и буквально сквозь боли слезы продолжала работать. Промучившись почти год, я поняла, что так продолжаться больше не может, и я просто останусь без глаз. Мне было очень обидно и неприятно, потому что нужно было отказываться от нового красивого большого монитора. Эту проблему тоже описывали многие люди на форумах. Не конкретно с этим монитором, а в принципе с любыми устройствами. С экранами телефонов, ноутбуков, планшетов и так далее. Тут все очень индивидуально. Кто-то вообще с такой проблемой не сталкивается, и у него все хорошо. А у кого-то наоборот возникает ужасный дискомфорт, с которым просто невозможно работать. И здесь я хочу отметить, что это лично моя проблема, и вовсе не обязательно, что это может коснуться каждого. Я ни в коем случае не хочу обвинять производителя, или что монитор какой-то не такой, что он плохой и все такое. Вовсе нет. У других людей с этим монитором все отлично. Они пользуются, радуются, и все хорошо. В общем, когда я вернула свои старые мониторы, то все нормализовалось. Больше никакого дискомфорта. А наоборот, только радость от моделирования, визуализации и прочих 3D дел. Вот такие истории приключились со мной. На этом у меня все. Всем пока!